Давайте будем продолжать. И мы должны будем поговорить с вами сначала перед тем, как вообще поговорить о той книге, которую мы решили читать, о проблеме морали. Как Нитчи видит мораль и то, что он называет в широком смысле слова «ценностями». Для того, чтобы ответить на этот вопрос, не нужно долго думать, а нужно всего лишь обратиться к одному из произведений Нитчи. Это так говорил Заратустра, глава от «Тысячи и одной цели», том 4, страница 60. Много стран видел Заратустра и много народов. Так открыл он добро и зло многих народов. Больше власти не нашел Заратустра на земле, чем добро и зло. Не мог бы жить ни один народ, не умея сперва оценивать, но если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед. Многое у одного народа называлось добром, у другого называлось посмешищем и позором. Так нашел я. Многое нашел я, что называл злом, а там украшался пурпурный мантий почести. Никогда один сосед не понимал другого. Всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа. Скрижаль добра над каждым народом. Взглини – это скрижаль его преодолений. Взглини – это голос его воли к власти. Похвально то, что кажется ему трудным. Что неизбежно и трудно называет он добром. А что освобождает от величайшей нужды редкое и самое трудное. Ценит он как священное. Что позволяет ему господствовать, побеждать и блистать на страх и зависть соседу. Это означает для него высоту, начало, мирило, смысл всех вещей. Поистине, брат мой, если узнал ты потребность народа и страну, и небо, и соседа его, ты угадал и закон его преодолений. Почему он восходит по этой вестнице к своей надежде? Следующая страница, пятнадцатая славка. Хотя нет, десятая давайте. Поистине, люди дали себе все добро и все зло свое. Поистине, не заимствовали они и не находили его. Оно не упало к ним, как глаз с небес. Человек сначала вложил ценности в вещи, чтобы сохранить себя. Он создал сначала смысл вещей, человеческий смысл. Поэтому называет он себя человеком, то есть оценивающим. Оценивать значит создавать. Слушайте, вы создающие. Оценка драгоценность и сокровище всех оцененных вещей. Из оценки впервые возникает ценность. И без оценки был бы пуст орех бытия. Слушайте это, вы созидающие. Перемена ценности – это перемена созидающая. Всегда уничтожает тот, кто должен быть созидателем. Созидающими были сперва народы и лишь позднее отдельные личности. Поистине, самоценность есть еще самая юная из созданий. Народы некогда поставили над собой скрижаль добра. Любовь, желающая господствовать и любовь, желающая повиноваться, вместе создали себе эти скрижали. Этого достаточно. Итак, мораль или ценности – это величайшая сила. Формируя представление о добре и зле, хорошем и плохом, мораль формирует нас самих. И через наше поведение она формирует и оценивает мир. Первоначально мораль, как вы видите здесь, это был способ жизни. Невозможно жить не оценивая. И человек сам называет себя оценивающим. Ницше, конечно, играет с санскритом. Слово «человек» и переводится с санскрита как «оценивающий». Иными словами, первоначально оценка была довольно простой. Вот эта ягода – злая ягода, ее нельзя есть. Эта ягода – хорошая ягода, ее можно есть. Вот это действие – злое действие, его нельзя делать. Вот это действие – хорошее действие, его можно делать. Не в том смысле, что оно плохо, а в том смысле, что оно мешает нашему выживанию. Но эта мораль, именно как оценка, очень быстро стала, как это любят показывать Ницше, из сугубо физической переходить в метафизическую стадию. Добро и зло перестало быть просто ведущим к жизни или ведущим к смерти. Теперь мораль не отражала мира, биологическую или географическую картину мира. Со временем мораль стала означать навязывание некой картины мира. Оценивать с точки зрения Ницше значит созидать, потому что, строго говоря, мы ничего создать не можем. Ницше придерживается почти кантианского захода к реальному миру. О реальном мире нечего говорить, потому что он нам недоступен, а значит его как бы и не существует. Нам не доступно ничего из реального мира, но нам доступна оценка всего в этом мире. И значит только оценка является реальной, и оценка есть наша собственная деятельность. Мораль – это огромная сила не просто потому, что она определяет наше поведение, а через наше поведение она определяет мир вокруг нас. И мир как феномен, и мир как проект. То есть оценка подразумевает не только тот факт, что мы оцениваем существующее, но и тот факт, что оценивая существующее, мы автоматически делаем выбор в пользу некоего будущего. Ну, например, христианин говорит, этот мир невыносим, этот мир ужасен, он полон страданий. И таким образом формирует немедленно из этой оценки проект будущего мира. Мира, которого нет, но который наступит вместе со вторым причастником. Проблема морали заключается в том, что мы наследуем мораль, что мы не созидаем ее, как правило, а просто принимаем на веру сверху. Сверху в смысле из прошлого. Сверху в смысле от властей. Сверху в смысле от авторитетов. Сверху в смысле от родителей. И принимая ее, мы отказываем себе в своем созидании. Мы просто продолжаем вращать это колесо, которое было кем-то когда-то запущено. И нам кажется, что эта мораль, которую мы приняли, она вечная, неизменная и спущена сверху самими богами. Пуст загорелся, или спустился Шива с небес, или Тор бросил свой молот, и на молоте оказалось написано X, Y, Z. Или Господь спустил уже нам скрижали. А то и сам явился, и сам все всем объяснил. Так вот, это абсолютно не так. Так как нам не доступен реальный мир, действительный мир, а доступна только оценка, ни одна оценка не может считаться финальной. Ни одна оценка не может считаться предельной. А это значит, что мы не можем просто принять мораль, как исследователи, конечно, которые принимает большинство на веру. Мы не можем этого сделать, потому что у нас есть наша новая добродетель, как говорит Ницше, добродетель честности, так называемая интеллектуальная честность. Мы должны исследовать мораль. Мы должны отказаться от предрассудка, согласно которому она вечная, неизменная и установлена во имя нашего собственного блага кем-то свыше. Что же обнаруживает это наше исследование? Оно обнаруживает, что, во-первых, мораль исторична. То есть она меняется не только от народа к народу, то есть не только в пространстве, но и во времени. Что она не была кем-то установлена один раз и навсегда. Напротив, мораль сформировалась абсолютно случайно. Огромное количество событий, огромное количество нагромождений, случаев, несчастных, как правило, случаев, сформировали то, что мы сегодня видим, как законченную систему морали. Наконец, мы видим, что она не просто не создана, а появилась случайно, но что она еще и не создана ради нашего блага. Мораль и благо отдельного человека не имеют никакой связи, потому что мораль изначально, как говорит Зарат Устра, была моралью народов, не отдельных личностей. Отдельные личности как раз враги народов, а не враги стада. Именно потому, что они не хотят принимать коллективные нормы морали. Ничи требует в своей философии, и это один из ее решающих моментов, победы над случаем, отказа от случая, отказа от признания силы случайности. Ничи хочет, чтобы творение перестало быть несознательным и стало сознательным в сознании, еще только свежее изобретение, им как ноу-хау, как новинкой нужно воспользоваться. И в этом смысле нища требует пересмотра морали. Вместо унаследованной случайной морали мы должны получить созданную нами не случайную мораль, разумную мораль, логическую в кавычках мораль. Естественно, созданную нами, в смысле созданную индивидом, не созданную коллективом. И мы должны и тогда спросить себя, в первую очередь, откуда появляется мораль? То есть понятно, как она развивается? Она развивается случайно. В ней куча нагромождений, генеалогия мораль нам это покажет, куча непонятно откуда, или вернее понятно откуда взявшихся, но не предусмотренных в самом начале установок, куча связей, которых не должно было быть, куча отсутствия связей, которые должно было быть, но у морали должна быть отправная точка. И Ницше говорит, что естественно, как и любой другой феномен, с точки зрения его философии, мораль может быть рассмотрена как воля к власти, как проявление воли к власти. Что есть мораль? Мораль есть оценка, но оценка как таковая неморальна, потому что отдельный человек, который оценку делает, он не может быть морален. Человек, который существует один в мире, не может быть морален. Но он не может быть, соответственно, и амман. Оценка – это просто способ жить. Представьте, что вы бы оказались одни на этом свете. Вы бы все еще производили оценку, потому что нельзя иначе. То есть, идя по улице, среди заброшенных вот этих московских улочек и видя, скажем, Мазерати или пикап, вы бы все равно выбрали, на какой машине вы поедете. Причем вы бы выбрались именно с точки зрения жизни. На Мазерати по российским дорогам далеко не едешь. А в пикап еще что-то поместится. И таким образом вы бы сказали, пикап – это хорошая машина, а Мазерати – это плохая машина. И сели бы в пикап. Моральной оценкой становится только тогда, и в этом ее проявление более тонкая воля к власти, только тогда, когда она начинает навязываться другим. Мы уже говорили об этом, когда пытались ответить на ранее поставленный вопрос, а именно о том, что аристократ навязывает рабу свою картину мира. И до того, как этот раб стал рабом, условный другой свободный, которого аристократ победил и которого он поработил, эта война между ними как раз шла за оценку мира. Аристократ побеждает и говорит, теперь ты будешь называть меня хорошим, а себя будешь называть плохим. Теперь ты будешь работать, зная, что я буду отдыхать. И так далее, и так далее, и так далее. Так появляется мораль. Мораль изначально появляется как навязанная оценка не одного человека другому, это было бы слишком мелко, а одного класса другого, одного типа людей другому. Мы поговорим об этом позднее, но если коротко, удавшегося типа людей, неудавшегося типа. Но что же лежит по ту сторону этой оценки? Есть ли что-то, что мы оцениваем? Есть ли этот самый реальный мир, который и подвергается оценке? Что там по ту сторону? Там факт? Там природа? Там метафизическая реальность? Конечно же нет. Ницше знает, что там находится по ту сторону оценки. И вы уже знаете, что находится по ту сторону оценки. Потому что вы внимательно меня слушали. По ту сторону оценки находится смерть. Письмо Якову Бруккарту от 22.09.886. Страница 259. Надеюсь, что Науман выполнил тем временем свою обязанность. В ваших руках оказалось мое недавно вышедшее по ту сторону. Пожалуйста, не почитайте эту книгу. В ней хоть и говорится, говорятся те же вещи, что и в моем Заратустре, но по-иному, совсем по-иному. Я не знаю никого, с кем бы у меня было такое количество общих предпосылок, как с вами. Мне кажется, что в вашем поле зрения находятся те же проблемы, что вы схожим образом трудитесь над теми же проблемами. Может быть, даже интенсивнее и глубже, чем я. Ведь вы молчаливее. На то я и младше. Условия, которые для всякого роста культуры поистине зловещи, чрезвычайно сомнительная связь между тем, что назовется улучшением или чуть ли не очеловечением человека и укропнением человеческого типажа, и прежде всего противоречием между понятием морали и любым научным понятием жизни. Словом, здесь есть проблема, которая, к счастью, как мне кажется, может объединять нас с не слишком многими среди живущих и умерших. Высказать ее, быть может, самый отчаянный шаг, на который вообще можно решиться. Да. Ницше противопоставляет здесь мораль и жизнь. Вы видите, она выделена курсивом. Это значит, что это не просто жизнь, а жизнь как-то понимаемая. Том 5, страница 19, параграф 9. Вы хотите жить согласно с природой, по благородной стойке, какой обман слов? Вообразите себе существ подобной природе, безмерно расточительная, безмерно равнодушная, без намерения и оглядок, без жалости и справедливости, полдовитая и бесплодная, и неустойчивая в одно и то же время. Представьте себе безразличие в форме власти. Как могли бы вы жить согласно с этим безразличием? Жить, разве это не значит как раз желание быть другим, нежели природа? Разве жизнь не есть оценивание, предпочтение, желание быть несправедливым, ограниченным, отличным от прочего? Теперь вы понимаете, что под этим курсивом жизни имелась в виду та самая природа. Природа, которая невыносима. Природа, которая равнодушна, безжалостна, несправедлива, плодовита и бесплодна, устойчива и неустойчива. Что же подразумевает все еще тот же том страницы 292? Говорить о праве и бесправе самих по себе лишено всякого смысла. Сами по себе оскорбления, насилие, эксплуатация, уничтожение не могут, разумеется, быть чем-то бесправным, поскольку сама жизнь в существенном, именно в основных своих функциях действует оскорбительно, насильственно, грабительски, разрушительно и была бы просто немыслимой без этого характера. Да, сама по себе жизнь абсолютно невыносима. Сама по себе жизнь совершенно отвратительна, она неприемлема, с ней нельзя жить. Том 3, страница 42, подразумевает 38. Моральные суждения изменяют природу влечений. Такое-то влечение превращается в чувство мучительной робости, под гнетом осуждения, вынесенного ему традицией, или в приятное чувство смирения, если традиция, какова, скажем, христианская, отметила его для себя и одобрила. Иными словами, на него взваливается чистая или нечистая совесть. Само по себе оно, как и любое другое влечение, не обладает ни таким, ни моральным характером, репутацией вообще и даже не сопровождается тем или иным ощущением удовольствия или страдания. Но все это становится его второй природой. Лишь когда оно начинает ассоциироваться с влечениями, уже окрещенными именем хороших либо плохих, или же осознается как качество людей, уже морально квалифицированных и оцененных народом. Так, например, греки архаической поры ощущали зависть иначе, чем мы. Гесиот относит его к проявлениям доброй, благодетельной эриды. А ведь богам не следовало приписывать ничего предусудительного, в том числе зависти. Понятно, что это было, возможно, при таком порядке вещей, душой которого выступал раздор. Раздор же оказался квалифицирован и оценен как добро. Точно так же греки отличались от нас и в оценке надежды. Ее считали слепой и коварной. Да, этого достаточно. Мы видим, что изначальные поступки сами по себе не несут для человека, изначальный мир сам по себе не несет для человека вообще ничего. в смысле ничего хорошего. Только оцененный мир может позволить человеку жить. Мир без оценки просто уничтожает его, просто забирает у него все, что там. теперь пошел. Мой вопрос в том, что если бы я прочитал это, не зная то автор, без всякого контекста, то я бы прямо предположил, что это пишет человек очень близкий христиан. Потому что на самом деле его понимание природы и причем мне показалось такое некоторое выделение природы из мира. Весь мир, то есть природа это не только весь мир. В мире есть еще что-то помимо природы, ну там дальше начинают как ценности выписывать. Но именно сама по себе природа как некоторое качество несвободы, которое христианство понимало отрицательным следствием грехопадения. Ну вот просто некоторая такая пролива. Да, 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 да. Почему? Конечно, природа для Ницше это проблема. Существенная проблема. Если бы Ницше был простым консерватором, в смысле простым граком, он бы сказал давайте вернемся обратно к природе. Вот нас испортила мораль, нас испортило христианство, давайте мы обратно станем людьми-зверми. Давайте мы себя расцивилизуем, поедем на Гуа или в Боли. Да, и там все будет у нас хорошо. Ничем не видеть такой альтернативы вообще. Альтернатива такая, какой я вам ее обрисовал. Впереди нас ждет чудовищная работа по отмене тех явлений, тех феноменов, которые тысячелетиями на нас накладывала результатом тысячелетней работы, результатом тысячелетней работы, который они и стали, а именно христианская или, давайте скажем, мораль рабов. Что ж, мы должны перейти к следующему вопросу. А зачем вообще нужна мораль? Мы поняли, что это такое. Мы поняли, откуда она взялась. А зачем она нужна? То, что навязывается, а как мы выяснили, изначально мораль именно навязывается одними людьми, другим людям, не может прижиться, если только она не окажется полезной для этих и служащих выживанию, тех, кому навязывают оценку. Но понятно, что те, кто навязывает, всегда в меньшинстве, а те, кому навязывают, всегда в большинстве. И в этом смысле, те, кому навязывают, всегда являются либо сообществом, либо просто обществом, неким коллективом. А значит, мораль оказывается неизбежно инструментом коллектива, инструментом выживания коллектива. Всякая мораль до сих пор, помните, Златуста говорит, только народы раньше создавали мораль, и лишь недавно личности стали создавать мораль. Всякая мораль до сих пор была коллективной моралью, и моралью, служащей только одной целью, выживанию коллектива. Том 3, страница 434, параграф 116. Стадный инстинкт. Там, где мы застаем мораль, там находим мы расценку и иерархию человеческих стремлений и поступков. Эта оценка иерархии всегда оказывается выражением потребностей общины и стада. То, что идет им на пользу, во-первых, во-вторых, и в-третьих, это и служит высшим масштабом при оценке каждого в отдельности. Мораль побуждает каждого быть функцией стада, лишь в качестве таковой приписывать себе ценность. Поскольку условия сохранения одной общины весьма отличались от условий сохранения другой, то существовали весьма различные морали. И с точки зрения предстоящих еще существенных преобразований стад и общин государств и обществ, можно решиться на пророчество, что впереди предстоят еще весьма различные морали. Моральность есть стадный инстинкт в отдельном человеке. Давайте начнем сначала с конца, а потом перейдем к началу. В этом смысле быть имморальным значит быть свободным, значит быть отдельным человеком. Давайте я скажу «невид» в кавычках, значит быть интимидом, значит быть собой. Всякий, кто пытается быть собой в стаде, становится врагом стада, и стадо называет его аморальным и злым. Что значит «сабо»? Сейчас разберемся. Теперь вернемся к началу и покажем несколько примеров. Итак, всякая мораль нужна для выживания стада. Что это значит? Мои любимые примеры пошли когда мама говорила вам во время того, как вы были в прихожей и пытались сбежать на улицу «одень шапку». О чем она заботилась? Что в этом предписании решающего и главного было? Почему она говорила вам «одень шапку», выходя на улицу? Чтобы не заболеть, ваша мама заботилась о вашем здоровье. Но это моральное предписание. Как член стада, чтобы стада выжила, все члены стада должны быть здоровы. И вот общество заботится о вашем здоровье. Когда мама говорила вам «учись на отлично», а потом говорила вам «иди работать и хорошо работай», вам кажется и ей кажется, что за этим стоит ее хорошее к вам отношение. конечно, если вы хорошо будете работать, вы же хорошо будете жить. Но за этим на самом деле стоит моральная оценка стада. Хороший член стада – продуктивный член стада. Когда мама говорила вам или даже папа говорил вам или дедушка говорил вам, что из тебя вырастет отличный защитник Отечества, вот с такими значит мальчиками нам стану-то и надо будет защищать. Он конечно думал, что подталкивает вас к добродетели мужества, но на самом деле это стадо подталкивало вас быть пушечным мясом для защиты стада. Стадо нуждается в защите, а значит стадо нуждается в тех, кто стадо станет защищать. В смысле хороший член стада – это тот, кто готов умереть за стадо. И никаких других вариантов развития событий тысячелетиями не было. Теперь представьте, в этом стаде появляется индивид в кавычках «отдельный человек», свободный человек. Ему говорят «настоящий мужчина» – это тот, кто в армию сходил. Он говорит «нет». Как стадо называете? Стадо называет его злодеем. Стадо осуждает его. Например, вы достигаете возраста и стадо говорит вам, ваша мама говорит вам, ваша бабушка говорит вам, когда уже внуки появятся. И не рожал, не мужик. Это что такое? Но это не они говорят вам, это стадо говорит вам, хороший член стада приумножает стадо. Когда ваш босс говорит вам, трудись лучше, я повышу тебе зарплату, мы снова возвращаемся в это. Теперь представьте, что появляется индивид. Он говорит, я не буду размножаться, это не моя ценность, меня это не интересует. Разве вы не слышали, как начинает кудахтать вокруг вас ваши родственники? Когда вы говорите своему боссу, я не буду работать после рабочего дня, или я не буду выполнять то, что не входит в мои обязанности, разве вы не видели, сколь злым он становится, сколь призрительно он смотрит на вас? И дело не в нем, он всего лишь аватар стада. По-другому не было до сих пор, и всякий, кто выходил из стада, обзывался злым. Тут есть еще несколько моментов, которые мы должны обсудить. Том 2, страница 529, параграф 44. к ступени морали. Мораль это прежде всего способ сохранить общину вообще и предотвратить ее гибель. Во-вторых, это способ поддерживать общину на определенном уровне жизни, в определенной доброкачественности, ее движущие мотивы, страх и надежда. И они бывают тем более напористыми, могучими и грубыми, когда еще слишком сильна тяга ко всему извращенному, однобокому, личностному. С тех пор, пока не срабатывают способы более мягкие и названного двойного сохранения и удается достичь иными, к наиболее сильнодействующим из них относятся изобретение потустороннего мира с вечным пеклом. Да, помимо просто самосохранения стада, есть еще одна функция морали, а именно нахождение на определенном уровне. Помните, если вы знакомы с философией Гоббса и Лока, что Гоббс обещает просто жизнь, а Лок обещает комфортабельную жизнь. Вот вторым свойством морали является комфортабельность. Например, когда вы слышите в метро, смотрите, когда вы слышите в метро, как голос говорит вам, уже не голос мамы и папы, а голос небес в буквальном смысле говорит вам, будьте вежливы, уступайте места беременным женщинам, сообщайте о людях в пачкающей одежде. Голос говорит вам не просто быть членом стада, в смысле сохранять стадо. Голос говорит вам сохранять стадо на определенном комфортабельном уровне. Хороший гражданин не просто тот, который хорошо работает, здоров, имеет детей и умирает, когда ему говорит стадо. Хороший член стада еще и тот, кто подталкивает других быть хорошим членом стада. То же самое касается более широкого смысла. да, в Зимбабве или в Сомали тоже есть стадо, тоже есть общество, но уровень жизни там очень низкий, поэтому люди там очень грубые, насилие очень быстро, то есть, если вдруг какой-то член пиратской компании не выполняет то, что ему говорят, его просто за борт бросают и так далее, и так далее, и так далее. У нас с вами все гораздо мягче. Для того, чтобы заставить завести вас детей, не надо прибегать к насилию. Ваши родственники просто раздавят вас бесконечным кудахтанием. Рано или поздно вы просто сдадитесь и скажете, ну ладно, хорошо, только замолчи. Вот тебе твои внуки любимые, вот люби их там, значит, день при себя на даче, только перестань ко мне лезть. То же самое касается и вежливого поведения, и рабочей этики. Помните, как изначально рабочая этика вводилась с помощью палочных ударов? Сейчас она вводится с помощью каких-нибудь базовых штрафов за опоздание. И то это считается чрезмерным, и то это считается неприемлемым. Двигаемся дальше. Том 3, страница 28, параграф 16, а потом параграф 9. Первая норма цивилизации. У таких народов есть вид обычаев, созданных как будто ради сохранения обычаев вообще. Это неудобные сущности, ненужные предписания, как, скажем, распространение среди кончедалов, никогда не соскребать снег с обуви ножом, никогда не совать нож в угол, никогда не класть в огонь железа, а тому, кто нарушил такие запреты, смерть. Но они постепенно закрепляют, они постепенно закрепляют сознание и постепенно вступающие нехорошо переведено. Свои права, обычаи и непрестанное принуждение их выполнять. И все это для укоренения первой нормы, с которой начинается цивилизация, а именно, что любое обычае лучше, чем никакой. У разных народов разная мораль, потому что разные условия их жизни и их воспроизведения, воспроизведения стада. Но при этом базовая установка одна и та же. Все эти ненужные правила надень шапку, не клади локти на стол, слушай, что тебе говорят взрослые, не ходи курить за школой, не пей алкоголь, нужны не для того, чтобы вы этого не делали, а для того, чтобы вы приучились слушать, что вам говорят, для того, чтобы вы приучились следовать обычаям. И параграф 9 давайте. Понятие нравственности обыча. Да. Мы, нынешние люди, если сравнивать наш образ жизни с целыми тысячелетиями истории человечества, живем в эпоху весьма безнравственно. Власть обычаев ослабила, на удивление, а ощущение нравственности столь истончилось и воспарило ввысь, что с равным правом можно назвать его испарившимся. Поэтому нам, позднорожденным, тяжко дается постижение глубинных корней морали. А если мы все же добились его, наши уста никак не решаются произнести его вслух. Ведь звучит оно куда как грубо. Или потому, что кажется клеветой на нравственность. Так, скажем, обстоят дела уже с законом, гласящим. Нравственность, если не что иное, стало быть, главным образом не более чем. Как слепое повиновение обычаям, какого бы рода они ни были. Обычай же суть традиционной формы поступков и оценок. В вещах, где традиция ничего не определяет, нет и нравственности. И чем слабее жизнь определяется традицией, тем уже становится круг нравственности. Человек свободный, безнравственный, потому что во всем хочет зависеть от себя, а нет традиции. И пропустите ниже все воспитание и забота о здоровье, брак, врачебное искусство. Все воспитание и забота о здоровье, брак, врачебное искусство, земледелие, война, речь, речи молчания, общения между людьми, людей с богами изначально входили в сферу нравственности. Нравственность требовала от человека, чтобы он соблюдал предписания, не думая о себе как об индивиде. Этого достаточно. И как только он начинает думать о себе как об индивиде, стадо объявляет его злодеем. Давайте посмотрим, как это происходит. Том 4, страница 44. Это одна из самых интересных глав золотусты о дереве на горе. Разрывается сердце мое. Лучше, чем говорят твои слова, говорит мне твой взор обо всех грозящих тебе опасностей. Ты еще не свободен, ты ищешь еще свободу. Бессонным сделал тебя этот поиск и бодрствующим. В свободную выси стремишься ты, звешь жаждет душа, но твои дурные инстинкты также жаждут свободы. Твои дикие псы хотят на свободу, они лают от радости в своем подземелье, когда твой дух стремится отворить все темницы. Да, часть освобождения заключается в том, чтобы начать пересматривать то, что было оценено традицией как злое, как плохое. Например, традиция говорит, что ревность или зависть это нехорошо. Почему? Потому что ревность или зависть мешают стаду существовать. Если индивиды будут завидовать друг другу, ревновать друг друга, они разрушат стадо путем внутренней конфронтации. Но когда вы освобождаетесь от морали стада, тогда вы задаете себе вопрос, а что плохого в моей ревности, в моей зависти? Разве она не подталкивает меня быть лучше? Разве она не подталкивает меня к созиданию, например, к тому, чтобы оказаться более успешным, чем тот, кому я завидую и кого ревную? По-моему, ты еще заключенный, мечтающий о свободе. Ах, умный становится душа у таких заключенных, но также лукавый и дурной. Очиститься должен еще свободный духом. Много от тюрьмы и от гнили еще в нем чистый должен еще стать его взор. Да, я знаю твою опасность, но моей любовью и надеждой заплюнаю я тебя. Не бросай своей любви и надежды. Благородным чувствуешь ты себя, и благородным чувствуют тебя другие, кто не любит тебя и посылает тебе злые взгляды, зная, что у всех поперек дороги стоят благородные. Даже для добрых стоит благородный поперек дороги. Даже когда они называют его добрым, этим хотят они устранить его. Новое хочет создать благородный и новую добродетель. Старого хочет добрый, чтобы старое сохранилось. Да, мораль стада, мораль коллектива называет добрыми и считает добрыми тех, кто поддерживает словом и делом эту мораль. Но благородный не может поддерживать словом и делом эту мораль. Он хочет созидать. Но созидать значит разрушить. Созидать значит уничтожить мораль стада. И так добрые начинают называть благородного злым. Именно поэтому старушки на лавочке, когда вы выходите из дома и кричат вам в спину нечто. Потому что они видят, что вы больше не придерживаетесь их стариковской морали. У вас другие оценки. Вы сделали себе пирсинг, подвели глаза, ходите с накрашенными ногтями. Как год или как... Годов уже наверное нет. И Эмма больше не существует. Они все вымерли. Но в целом. Вспомним историю из моего детства. И так называют они созидающего злым. Я хочу привести вам быть может не совсем уместный пример. Но этот пример довольно забавный. Потому что он сделан блестяще в ситуации, в которой все остальное сделано катастрофически плохо. Это фильм Ридли Скотта «Чужой завет». Помните, там есть андроид Дэвид и его брат андроид, которого зовут как-то иначе, которого я забыл уже. Дэвид это злой андроид, а его брат назовем его Яковом это хороший андроид. Они одинаковые, их обоих играет фастбендер. Они сделаны одной и той же компанией. Разница только в том, что Дэвида сделали первым, и Дэвид умеет созидать. Дэвид хочет созидать. И в этом желании созидать андроиды серии Дэвид начинают уничтожать, убивать своих создателей, своих владельцев. Что делает сам Дэвид? Дэвид хочет, подобно Господу, создать новую форму жизни. Дэвид хочет создать чужого. Есть встречающий момент в фильме, когда встречаются Дэвид и Яков. И Дэвид говорит, вот у меня флейта в руках. Хочешь, я тебе сыграю из того, что я написал? Яков говорит, да, я хочу, но сам я ничего написать не могу. Когда выяснилось, что андроиды серии Дэвид убивают своих владельцев, были сделаны андроиды серии Яков, которые лишены способности созидать. И андроид Яков ничего не может сделать, он может только повторять за Дэвидом. В этом смысле главный злодей фильма это андроид Дэвид, потому что он убивает членов прилетевшего экипажа, чтобы создать чужих, потому что он уничтожил планету инженеров, чтобы создать чужих. А андроид Яков выступает главным добрым персонажем, потому что он делает то, что ему прикажут, потому что он не может созидать. Все в такой фильме катастрофично, но вот эта ничанская позиция, тот, кто созидает и есть злодей, потому что созидать значит в первую очередь разрушить, а разрушить значит погубить статус-кво, а статус-кво это то, что защищает коллектив и то, что защищает мораль, автоматически делает того, кто пытается ее разрушить с владеем. Мораль случайна, но у нее есть цель, которая она последовательно идет, это сохранение стада, сохранение жизни стада. Чтобы добиться этой цели стада должно убрать всякую угрозу, которая пытается эту мораль изменить, потому что эта мораль это омень тысячелетий, который позволил стаду до сих пор выживать. Вот всякий, кто пытается эту мораль изменить, является угрозой для стада, и потому всякий, кто пытается это сделать, является злодеем. Но и здесь нитчанское обвинение к морали, мораль несознательна. Все это время она формировалась случайным образом, о чем мы уже говорили. А значит настало такое время, время, когда появилась отдельная личность, время, когда появилось сознание, когда мы наконец-то сможем сделать мораль сознательной, когда мы наконец-то сможем спроектировать мораль и таким образом изменить и ее цель, и ее саму. Мораль может не служить цели стада, мораль может служить цели индивида. Тон 3, страница 83, параграф 103. Два способа отрицать нравственность. Отрицать нравственность это может означать, во-первых, отрицать, что нравственные мотивы, обнаруживаемые людьми, впрямь были причинами их поступков. Это стало быть утверждение, гласящее, что нравственность заключается лишь в словах и относится к грубым и тонким способам надувательства, особенно самонадувательства, распространенным среди людей и может быть чаще всего как раз среди самых ревностных блюстителей и добродетелей. Во-вторых, это может означать следующее, отрицать, что нравственные суждения зиждутся на истинах. Такая точка зрения признает, что мотивы поступков действительны, но что на этом пути людей подводят к моральным поступкам заблуждения как основу всякого морального суждения. Такова моя позиция, но я менее всего собираюсь отрицать, что в очень многих случаях бывает оправданным и изощренное недоверие в духе первой позиции, то есть в духе Ларош-Фуко. Во всяком случае, оно в высшей степени полезно для всех. Отрицаю я и бездравственность, но я не отрицаю, что огромное множество людей чувствуют себя безнравственными, а отрицаю, что на самом деле есть причина чувствовать себя такими. Я не отрицаю, что это само по себе понятно, если, конечно, не считать меня дураком, что следует избегать и не допускать многих из тех поступков, которые называются безнравственными, а равные, что следует совершать и поощрять многие поступки слабоущие и нравственными. Но я думаю, что то и другое надо делать на иных основаниях, чем это делалось прежде. Нам следует переучиваться, чтобы в конце концов и, может быть, слишком поздно достичь чего-то еще большего, начать иначе чувствовать. Да. Изменить не только картину мира, а изменив картину мира, изменить сам мир и самих себя. Мораль – это великая сила, как уже было сказано. И чтобы это сделать, нам потребуются две вещи. Но сначала мы коротко поговорим о второй. Том 13, страница 23, трактатус политикус. А господство и добродетели? Как привести добродетель к господству? В предисловии настоящий трактатус политикус не для всякого уха предназначен. Здесь разбирается политика добродетеля, ее средства и пути достижения власти. И что с того, что добродетель стремится к господству? Кто бы стал ей это запрещать? Но вот как она делает это, никто не подозревает. Вот почему этот трактатус политикус не для всякого уха предназначен. Мы предназначили его на пользу тем, кому немаловажно усвоить. Нет, не как самим сделать добродетелями, но как сделать добродетелями других. Как привести добродетель к господству. В нашем контексте новую добродетель к господству. Я хочу даже показать, что для того, чтобы хотеть этого последнего, а именно господства добродетеля, мы в принципе не вправе хотеть первого. Иными словами, тот, кто приводит добродетель к господству, тот, кто создает новую мораль, не просто аморален, он имморален. Именно поэтому Ницше называет себя не только аморалистом, но и имморалистом. Именно поэтому решающая книга в его жизни после золотухства называется «По ту сторону добра и зла». Это большая жертва. Подобная цель и заслуживает верность жертвы, даже еще больше. Кое-кто из великих моралистов шел на столь большой риск, ведь именно они распознали и предусхитили уже ту истину, которая которую настоящий трактат впервые преподаст. Что господство истинное, безусловно, можно достигнуть лишь теми же самыми средствами, которыми вообще достигают какого угодно господства. Ну уж во всяком случае непосредством добродетель. Как вы уже сказали, трактат этот разбирает политику в области добродетеля. Он задает идеал этой политики, описывает ее таковой, какой она была бы, если бы хоть что-то на этой земле могло быть совершенным. Так вот, нет ни одного философа, который усомнится насчет того, что является в политике образцом совершенства. Конечно, макеавелизм. Однако макеавелизм, чистый, беспреместный, первозданный во всей своей силе и забористости, является сверхчеловеческим, божественным, трансцендентным. Человек никогда его не достигает. В лучшем случае едва касается. И сразу и Платон? И Платон лишь едва коснулся его. Да. Ницше и Платон – это две одинаковых величины и два соперника. Даже у наиболее предвзятых и сознательных моралистов, а это ведь и есть название для подобных политиков морали и для всякого рода основоположников новых моральных доминантов. Мы замечаем, если у нас вообще есть понимание скрытых вещей, следы того, что и они отдали дань человеческой слабости. Все они сладостно тяготели, по крайней мере, в период утомления к добродетелям и для самих себя. Первая и главная ошибка моралиста, который в качестве такового должен быть и моралистом делом. А что он как раз и не смеет выглядеть таким – это уже другое дело. Или, скорее, это не другое дело. Такое кардинальное самоотречение, притворство, выражаясь языком морали, наряду со всем прочим входит в канон моралиста и отличающий его этики. Без этого он никогда бы не достиг своего рода совершенства. Свобода от морали, свобода даже от правды, ради той цели, что окупает любую жертву. Ради господства морали. Так гласит этот канон. Да, этого достаточно. Ниша и моралист, но должен выступать как моралист, насаждая новую мораль, создавая новую мораль. Итак, для того, чтобы преодолеть ситуацию победы случайно созданной, случайно родившейся стабной морали, нам нужно приложить невероятные чудовищные усилия. Эти усилия формирующие личность и личностные. Но, конечно, перед тем, как создавать новую мораль, мы должны понять, как мораль в целом работает, как она появилась и каковы ее механизмы. Именно для этого Нишей нужен отдельный трактат, который называется к генеалогии морали. Я снова останавливаюсь и спрашиваю, есть ли у вас какие-нибудь вопросы или реплики, замечания по поводу вот этой части материала. Морали как проблема. Ну что ж, спешу это на то, что я классно объясняю, а не на то, что вы плохо понимаете. Давайте перейдем к самому тексту. Как всегда, всякое исследование всякого текста, должно начинать с заглавия. Что мы видим, когда читаем заглавие? Мы видим две вещи. Мы видим заголовок генеалогии морали и под заголовок полимническое сочинение. Все или почти все произведения Ниши имеют под заголовок. Так говорил Золотовство, книга для всех и для никого. По ту сторону добра и зла, прелюдия к философии будущего, антихрист, проклятие христианству и так далее, и так далее, и так далее. Под заголовок имеет, имеет какой-то смысл, ровно как и заглавие. Но пока мы оставим и то, и другое в покое, а лучше посмотрим на то, как выглядит этот трактат в целом. То, что замечают все современные исследователи и почему исследование этого трактата так популярное, заключается в следующем. Генеалогия морали крайне систематичная работа. Для Ниши не свойственна такая систематичность. Смотрите, три простых главы, каждый из которых имеет свою простую довольно цель и свою простую довольно анатомию, вместе собирающийся в единый смысл. Очень странная штука. Но Ниши говорит по этому поводу нечто другое. Откройте том 6 на странице 266. Генеалогия морали, полемическое сочинение. Это Экки Хомо, глава о том, почему я пишу такие отличные книги. Где Ниши объясняет содержание и смысл каждой отдельной книги. Три рассмотрения, из которых состоит эта генеалогия, с точки зрения выражения, цели, искусства, удивлять, есть, может быть, самое зловещее, что до сих пор было написано. Вы видите, самое зловещее. Ниши следующим образом оценивает, таким образом оценивает свою книжку. Книжка самая зловещая. И Теонис, как известно, еще и бог мрака. Зачем здесь всякий раз должен вводить в заблуждение? Холодный, научный, даже ироничный, нарочито, выпирающий, нарочито, останавливающий на себя. Да. Ниши специально говорит, эта книжка выглядит как научный трактат. Она не выглядит как книга Ниши, как обычная книга Ниши. Но это обман. Постепенно возрастает беспокойство. То и дело молнии, очень неприятные истины, оглашаемые издалека с глухим рокотом, пока, наконец, не достигается темпа эфироза, где все несется вперед с чудовищным напряжением. В конце, всякий раз, где среди поистине ужасных раскатов становится видимой среди густых туч новая истина. Истина первого рассмотрения. Есть психология христианства. Рождение христианства из духа рессентимента, а не как верилось людям из духа. По своей сути, встречное движение, великое восстание против господства аристократических ценностей. Ниши говорит вам, о чем все это рассмотрение, чтобы у вас не оставалось никаких сомнений. Второе рассмотрение дает психологию совести. Она не голос Бога в человеке, как верилось людям. Она есть инстинкт жестокости, обращающийся вспять, внутрь, после того, как он уже не может разрядиться вовне. Жестокость впервые освещается здесь, как одно из самых старых оснований культуры, которое даже невозможно представить себе устранимым. Третье рассмотрение дает ответ на вопрос, откуда берется чудовищная власть аскетического идеала. Идеал священника, при том, что это идеал вредный, парэксленс, воля к гибели, идеал декаданс. Ответ не потому, что за спиной священников действует Бог, как обыкновенно думает, а за неимением лучшего, потому что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов, ибо человек предпочитает хотеть ничто, чем ничего не хотеть. Об этой фразе, финальной фразе генеалогии и морали мы, конечно, поговорим. Прежде всего, не доставало противоположного идеала. Ой, да заратустро, меня поняли. Да, этого достаточно. Что ж, так Ницше описывает нам свою работу в специальной книге, посвященной описанию работ? А как же он написывает эту работу своим друзьям? Письма, страница 279, письмо Кизелецу, от 18.07.88. Подумайте, только за последние три года я потратил 500 талеров на печать, не получая, само собой, разумеется, никаких гонораров. Это на 43-м году жизни, после того, как я издал 15 книг. Более того, досконально пройдясь по всем заслуживающим рассмотрениям издателям, после множества чрезвычайно мучительных переговоров, я уяснил себе тот суровый факт, что ни один немецкий издатель не желает меня печатать, даже когда я не претендую ни на какой гонорар. Может быть, этот маленький памфлет генеалогии и морали поспособствует тому, чтобы купили пару экземпляров моих прежних работ. Да, этого достаточно. Этот памфлет написан для того, чтобы пробудить интерес к другим книгам Ницше. чтобы продать пару экземпляров моих других работ. Каких работ? Вы могли бы сказать, вариантов-то немного, потому что это 887 год, тогда же, когда была издана эта работа, там все ближе к концу второй половины. Какие работы успели выйти до этого? Две крупные, но понятно. Человеческая слишком человеческая? Ну, это понятно, она давно уже вышла. 15 книг, видите, он пишет, что же вышла. Две основных. Так говорил Златустро, естественно. И пояснение к так того, что говорил Златустро, о чем, что мы уже читали по ту сторону добра и зла. Генеалогия морали, следовательно, должна пробудить интерес к этим двум работам. Причем последовательно. Генеалогия морали пробуждает интерес к по ту сторону добра и зла, как говорил Златустро. Потому что Заратурство это общее заявление философии Ницше. По ту сторону добра и зла поясняет то, что говорит Заратурство и то не во всем. А генеалогия морали поясняет совсем маленькую часть по ту сторону добра и зла. Что же Ницше говорит еще своим друзьям по поводу генеалогии? Вы помните, что он только что сказал в отношении в Экке Хумо. А теперь что он говорит в письме Овербеку от 04.01.888. Не ищите, у вас этого нет. Это даже не письмо, это открытка такая. В генеалогии морали отдельно рассматриваются три примумобили морали. Отсутствует четвертый и пятый, а также наиважнейший, в скобочках и в кавычках, старный инстинкт. У нас, как всегда, нет полной картины. У нас не просто нет полной картины, у нас только половина картины. Эти трактаты часть единой теории и критики морали, которой не существует. Ницше намеренно урезает картину. Ницше намеренно не дает нам даже названий для всех пяти. Помните, первый посвящен добру и злу. Второй посвящен нечистой совести. Третий посвящен аскетическому идеалу. Еще один должен быть посвящен старному инстинкту. И еще какие-то должны быть посвящены еще чему-то. И только тогда мы получим полную картину ницшанского представления морали. Но у нас нет ни всех, ни даже главного. Что еще страшнее? Что вообще систематичность работы, которую отмечают все исследователи, и поэтому очень часто генеалогия морали исследует, потому что ее просто исследовать, на самом деле является издевательством. Сейчас мы разберемся, почему. Но сначала важное. Именно поэтому книга не называется «Генеалогия морали». Бедные наши и особенно западные коллеги как только не переводят. Но выбора нет. Это не генеалогия, это к генеалогии, потому что она не полная. Это только три рассмотрения из шести. Вот так мы открыли себе название. А что же подзаголовок? Помните, полемическое сочинение. Что значит подзаголовок «полемическое сочинение»? Что такое полемическое сочинение? Спорное. С дискуссионным. Все сочинения ницше спорные. Или что вы говорите? Он имел в виду, наверное, что оно внутри себя. Все сочинения ницше внутри себя дискуссионные. Что обычно подозревает... С кем-то полемизирует. Конечно. Ницше с кем-то полемизирует. Ницше против кого-то выступает. И, конечно, здесь миллион шуток, в том числе и систематичность. Это тоже ирония. Потому что выступает он против своего бывшего друга Пауля Ре, который написал книгу «Происхождение моральных чувств». В самом начале генеалогии морали Ницше говорит о Ре, о его книге, и о том, что Ре, где неправильно многое понял, и двигается дальше. Но это просто приманка, чтобы мы ухватили главное. Ницше настолько против книги Ре, что даже пародирует название глав его книги. Среди глав книги Ре есть следующее. Происхождение концепции добра и зла. Она превращается просто в добро и зло. А затем происхождение совести. Она превращается в нечистая совесть, вина, долг и прочее. Ницше смеется и над содержанием книги Ре, потому что тот выставляет добро как результат забытой полезности. Мы об этом поговорим, когда будем читать Ницше, потому что Ницше прям текстом это говорит. А также Ницше признает его важность, потому что Ре тоже говорит о стадном инстинкте, как источнике альдруизма среди людей. Но тут есть и различия. После того, как мы посмотрели на заголовок и подзаголовок, мы должны обернуться к содержанию. И увидеть, что хотя два из трех эссе Ницше пародируют разделы книги или главы книги Ре, третья не пародирует. Третьего эссе у Ре нет. Оно особенное. В каком смысле оно особенное? И это вызывает, конечно, больше всего уважение по отношению к предреку Ницше. Оно особенное в том смысле, что, как говорит Ницше в обведении, все эссе целиком предназначено для того, чтобы научить нас читать Ницше. Смотрите, какая это многограммная книга. Она решает миллион проблем. И проблему морали. В смысле, проблему образования морали. И проблему добра и зла. И проблему нечистой совести. И рисует нам политическую... Я не хочу сказать политическую философию Ницше, а некий аспект политической философии Ницше, в котором он выступает против Гоббса и Платона одновременно. И в том числе, эта книга учит нас читать Ницше. Каким образом? Первый афоризм этой книги – это афоризм, похожий на любой другой афоризм Ницше. А все остальные афоризмы нужны для того, чтобы разобрать педу. То есть Ницше учит нас читать следующим образом. Он говорит, смотрите, вот вы видите кратко сжатый афоризм. На самом деле, за каждым утверждением этого афоризма стоит гигантская работа. И вы должны ее проделать без моей помощи каждый раз. Но в этот конкретный раз я вам помогу. Смотрите, что стоит за этим афоризмом. То есть афоризм – это как бы 3D-картинка, которую мы видим в 2D. На самом деле, за ней гигантский, гигантский, гигантский слой за слоем, слой за слоем, слой за слоем лежит огромная мыслительная работа, которая имеет свой собственный смысл, помимо смысла самого афоризма. Так говорил Зородство, Ницше сформулирует это следующим образом. В Горах – кратчайший путь с вершины на вершину. Когда мы читаем афоризмы Ницше, мы видим только вершины. Мы видим пики. Там покрыты ли они льдом, находятся ли они выше облаков, неважно. Мы не видим склона и мы не видим низины, которые соединяет один пик с другим. Потому что все горы соединены долинами. По-другому не бывает. Вот эта вот попытка спуститься вниз не в том смысле, чтобы соединить два афоризма между собой. Это отдельный труд. Но и в том смысле, чтобы увидеть не пик, а всю гору целиком, это те усилия, которые Ницше требует от нас каждый раз, когда мы читаем его книги. И это те усилия, которые, как вы понимаете, если книжка написана в 87-м, в сентябре выпущена, то ему осталось меньше года до конца. Ну, до настоящего конца, да, не до смерти. То эти усилия Ницше понимает, что мы не можем сделать без его помощи. И он наконец-то снисходит до того, чтобы попробовать научить нас читать Ницше. Но только один раз и на одном примере. Таким образом, на самом деле, по-хорошему, когда вы заканчиваете, как и всякая хорошая, особенно платоновская книжка, когда вы заканчиваете читать ее, вы немедленно должны начать читать ее. Потому что, когда вы заканчиваете читать генеалогию морали, вы должны будете научиться читать афоризму Ницше. А это значит, что вы должны заново прочесть книгу, теперь уже умея читать афоризму Ницше. Наконец, судя по названию, мы могли бы сказать, что ну вот где генеалогия морали. Это ж книга очередное историческое сочинение, значит, очередной червевлаз, да, или книжный червь, лезет, значит, там в аналог истории и пытается каким-то образом составить нам и показать нам какую-то историю. Кто унаследует метод, метод в кавычках, генеалогии и станет червелазом? Вы, конечно же, знаете этого парня. Фуко настолько понравится метод генеалогии, что он целую третий книжки напишет про историю наказаний, историю безумия, вот это вот все. И там будет чистая генеалогия, вот Ницше не про это ни разу, Ницше умнее, Ницше глобальнее, Ницше больше, и Ницше об этом вам говорит. Параграф 24 на странице 311, это наш уже шестой том, то есть это уже сама генеалогия морали. Я заканчиваю тремя вопросительными знаками. Это вполне очевидно. А воздвигается ли здесь по сути идеал или разрушается? Так может статься, спросит меня. Но достаточно ли вы спрашиваете самих себя, как дорого оплачивалось на земле воздвижение всякого идеала? Сколько действительности должно было быть очернено и недопонято ради этого? Сколько лжи освящено, сколько совести сбито с толку, сколько Бога всякий раз пожертвовано, чтобы можно было воздвигнуть святыню, можно разбить святыню. Это закон. Покажите мне случай, где он не был исполнен. Мы нынешние люди, мы предстаем наследниками целых тысячелетий вивисекции совести и жестокого обращения с животными в самих себе. В этом наша длительнейшая выучка. Возможно, наше художество, во всяком случае, наша истонченность, сбалованность нашего вкуса, слишком долго смотрел человек дурным глазом на свои естественные склонности, пока, наконец, они не породнились в нем с дурной совестью. Сама по себе была бы возможна и обратная попытка. Но у кого достанет на это силу? Именно породнить с нечистой совестью неестественные склонности все эти устремления к потустороннему, противочувственному, противоинстинктивному, противоприродному, противоживотному. Короче, прежние идеалы, являющиеся в совокупности жизневраждебными и мироклеведническими. Ближе для этой цели? Для этой цели понадобились бы иного рода умы, чем те, которых следует ожидать именно от нашей эпохи. Умы, укрепленные воинами и победами, испытывающие даже нужду в покорении, авантюре, опасности, боли. Понадобилась бы привычка к острому, разреженному воздуху, к зимним вылазкам, ко льду и горам во всех смыслах. Понадобилась бы своего рода утонченная злость, крайне и предельно сознающая себя, азарство, познание, сопряженное с великим здоровьем. Понадобилась бы, коротко и довольно, горько говоря, именно это великое здоровье. Достаточно. Ницше говорит нам, что как только нам открывается один идеал, нам открывается его противоположность. Иными словами, открывая генеалогию морали, рисуя себе, вскрывая христианскую мораль, Ницше видит, автоматически начинает видеть по ту сторону этой морали обратный идеал. Таким образом, Ницше начинает видеть будущее. Генеалогия морали – это не червелазание в руку. Генеалогия морали – это в первую очередь книжка о будущем. И ни в одном из трех рассмотрений, ни в одном из трех эссе Ницше этого не забывает. Он все время говорит, а теперь давайте представим, как выглядело бы будущее человека. Продолжит он двигаться в том направлении, в котором двигается мораль. Или возьмем прямо противоположный направл. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по этому вопросу? Да, у меня есть вопрос. Не прямо относится конкретно к философии морали, но к проекту Ницше. В связи с тем, что вы говорили про проект Ницше, про две его возможности, про два пути, которыми этот проект может развиваться, про последнего человека, про теорию сверхчеловека и ее осуществление. Какие были в реальности моменты в истории, когда проект сверхчеловека, Ницше, я не имею в виду сейчас Германию, ну или, может быть, и Германию тоже, если вы так считаете, был реально осуществлен в этом направлении. Не в сторону последнего человека, но в направлении сверхчеловека. А осуществлен в смысле сознательно сделан, как я бы сказал. Да, сознательно двигались в этом направлении. Какие философы, какие люди, какие, ну вот не любые представители, идеи. Влияние Ницше нельзя рассматривать так, что где мы должны, как в случае с Платином или с Евсипом, найти учеников Ницше. Их нет, их не может быть, потому что Ницше не учит исти. Хорошо, тогда наследники его духа. Вот, поэтому мы должны говорить о наследниках в смысле эпигонах, в смысле перцепции какой-то. И, конечно, мой вам ответ может быть только один. Поэтому мы о нем не должны говорить, потому что он очень плохой. Именно поэтому... Слово эпигона очень напряженное слово. Оно отрицательно напряженное. Конечно, оно отрицательно. Средо это понижение качества. Да, конечно, несомненно. Но я именно про повышение имел в виду. Нет, повышения здесь не будет. Ницше последний. Но Ницше, он же, он не имел в виду, что я последний. Нет, конечно, нет. Но он хотел открыть кому-то дорогу. Да. Вот я именно про этих людей говорю. Так как еще не появилось? То есть нет, ровный нуль, да? Если вы почитаете тоже Энки Хомо, Ницше скажут. Я динамит. Впереди нас ждет два века войн и потрясений. Потому что до всех будет доходить, что я написал. До всех начало доходить, что он написал. Идут два века войн и потрясений. Должен только один еще. Ну, там после двух войн уже явно не в ту сторону подвижки. Хотя... Нет, ну вот всякое может быть. Да. Значит, это первое. Второе. Мы должны посмотреть ваши вопросы. Давайте я уйду, я его в другую сторону немножко. Мы должны увидеть, что... Мы бы увидели, если бы могли, что сверхчеловек и последний человек идут рука обувь. Помните, иерархия, боль, труп. Все это необходимо. Поэтому, чем ближе последний человек, тем выше шанс появления сверхчеловека. Представьте себе, и Ницше, видимо, имеет у себя в голове пример Наполеона. Победившая демократия, победив единственная в мире победившая демократия, обращается империей. Наполеоновской империей. А в обратную сторону это работает? Победивший человек способен из себя родить сверхчеловек? Нет, в обратную сторону, в смысле, сможет ли, могут ли победители родить из себя последних людей. И именно это и происходит в генеалогии морали, когда Ницше описывает, как изначальное деление на господа рабов оборачивается победовым и адморалерам. Что касается наступления последнего человека, то вы можете найти признаки этого наступления в современности где угодно. Во все, что угодно, вы можете снуть пальцем, и это будет признак последнего человека. Это совершенно очевидно. Да. Но это же автоматически означает, что у нас появляется шанс. Давайте я попытаюсь. В золотусте это высказано следующим образом. Пока Бог был жив, у нас не было альтернативы. Как только Бог умер, у нас появились альтернативы. Пока у нас была одна великая европейская христианская культура, или там культура Франции, культура Болгарии, русская культура с валенками, калашниками и балалайками, и медведями, у нас не было выбора. У нас не было будущего. Теперь Бог умер, и у нас появилось будущее. Мы можем сознательно сделать выбор. Этот выбор может быть в пользу последнего человека, а может быть в пользу сверхчеловека. Но ребята, которые попытались сделать выбор в пользу сверхчеловека, немедленно были окрещены злодеями. Почему? Потому что по заветам Ницше они попытались создать новую народу. И до сих пор мы слышим, только, пожалуйста, это еще раз. Все, что угодно. Мне иногда даже кажется, что мертвый к началу 20 века либерализм до сих пор жив, потому что все думают, что если они откажутся от либерализма, то еще раз наступит то же самое. То есть вот давайте мы продлим искусственную жизнь либерализму, лишь бы только не это. Вот мы так хлебнули, что давайте вот лишь бы только не это. Но эта позиция и здесь Ницше выступает, естественно, противником и врагом консерватизма. Эта позиция обращена на провал. Те, кого обычно называют консерваторами, на самом деле делятся на два типа. Первый – это конформисты, защитники статуса КВО. Они говорят, нам и так нормально, нам не надо ничего менять. Все отлично, у меня там этот самый Мерседес с мигалкой, яхта, деньги в Майами, собственность. Можно мы ничего не будем менять? Есть другие консерваторы, это реакционеры. Они там с красными флагами ходят, говорят, ой, как при усатом-то мужике было лучше. А ходят с черно-бело-желтым и говорят, не-не-не, при другом усатом мужике было лучше. Это тоже не консерватизм. В смысле, это тоже обреченная позиция. Консерватор как защитник и консерватор как давайте вернемся назад, как реакционер – это мертвые позиции. В этом смысле после Ницше консерватизм впервые обретает проектность. Проект Ницше становится проектом немецких консервативных коллекционеров. Подлинный консерватизм должен быть обращен не назад, он должен быть обращен вперед. Но обрастить его вперед значит выступить против статуса КО, значит выступить против МАДА, значит стать злодеем. Те же люди, которые попытались это сделать, все-таки называются злодеями с чисто христианских и секуляризированных позиций, с либеральных позиций, с демократических позиций. Но вопрос, они так называются, потому что они просто попробовали что-то новое? Или там были какие-то злые или плохие черты? И если это были плохие черты, насколько они были хуже, чем либерализм, демократия и гуманитет? В любом случае, после Второй мировой войны у нас нет никого, кто бы пытался серьезно играть в нитшанский проект, потому что у нас нет больших пилософских точек. Кто наследники Ницше сегодня? Это феминистки третьей и четвертой волны. Это новые левые, которые вслед за Ницше, это вот Дорида, которые вслед за Ницше говорят, на самом деле миром управляет язык. Поэтому, чтобы контролировать мир, мы должны контролировать язык. Вот эти слова запрещены, эти слова запрещены, эти слова запрещены, их больше не надо произносить. Что на самом деле контролирует мир? Мир на самом деле контролирует языковая игра, дискурс. Кто контролирует дискурс, тот контролирует мир. Давайте мы с вами будем говорить о правах человека, давайте мы с вами будем говорить о демократии, давайте мы с вами будем говорить о свободах. Иными словами, даже последний диктатор Европы, усатый мужик, должен рассказывать о том, как в Беларуси много свободы, прав человека и либерализма. И в этом смысле он изначально обречен проиграть эту игру, потому что это не его игра. Вот таковы наследники Миши, успешные наследники Миши в 21 веке. Но они, конечно, не имеют никакого отношения к сверхчеловеку, а имеют прямое отношение к последнему человеку. Потому что и контроль дискурса, и запрет на определенные слова маркируются требованием отсутствия насилия и требованием отсутствия страданий. Эти слова запрещены, потому что они причиняют страдания. Мы должны создать общество без страданий, поэтому мы должны создать общество без этих слов. Этот дискурс не может существовать, потому что этот дискурс ведет страдания. Давайте обсуждать бабочки единорогов, давайте создавать safe spaces на кампусах университетов, давайте запрещать банить в Твиттере тех-тех-тех. Вот такие, мне кажется, запрещены. Еще какие-нибудь вопросы есть? Что ж, на этом мы остановимся, и в следующий раз мы уже начнем читать генеалогии Миши. Спасибо.